Здравствуйте, меня зовут Арсен Ревазов, я автор романа «Одиночество-12», который недавно вышел в издательстве «Корпус». С точки зрения жанра, мой роман представляет собой триллер, но триллер – это лишь формальная оболочка. Действительно, в романе существует довольно мощная, довольно запутанная триллерная линия с элементами детектива. Роман начинается с убийства и расследования этого убийства, кто за ним стоит и с какой целью оно было совершено. И есть, собственно, триллерная часть романа. И поэтому, если читатель хочет читать триллер, он читает триллер. Но, вообще-то говоря, я писал внежанровый текст, по-дернистскому, такую современную прозу. И триллерный элемент, как и очень легкий фантазийный элемент в романе, оказывается легкой пародией. Ну, кстати, пародий и Стёба в моей книге довольно много. Кроме того, в книге есть нон-фикшн составляющая. В книге же немножко и travel guide, и немножко исторический роман. Я рассказывал о разных классах современного общества. От прозападной московской тусовки до очень неприятной русской тюрьмы. В книге есть ватиканская спецслужба, бывшая инквизиция. В книге есть реалии современного дзенбудистского монастыря, где-то далеко в японских горах. Храм гроба Господня, коптский его предел. Словом, нон-фикшн составляющая в книге довольно серьезная. И при этом книга пытается найти ответы на вполне себе современные, и они же вечные. Такие экзистенциальные вопросы литературы. И главный вопрос, это как обычный простой человек в миру, удачливый в миру, неудачливый, житель мегаполиса. Как он может совершенно неожиданно для себя превратиться в большую и сильную личность. Кроме того, меня очень интересовало, как сегодня в 21 веке, в 20-х годах его может выглядеть зло. Такое настоящее, классическое, идеальное зло. В романе есть и любовная линия. Один из героев пытается увезти жену у законного мужа. Я, разумеется, не буду говорить о том, чем это кончится, чтобы не спойлить. А, да, кроме всего прочего, в книге много приколов, анекдотов, не всегда политкорректных. В книге полно субкультурных ссылок. В книге много загадок. Начинается она с числового кода. И, собственно, разгадка этого числового кода, это одна из частей финала книги. Другой пример. В книге есть средневековая готическая новелла. И она начинается со списка лиц. Новелла представляет собой герметический детектив. Закрытое пространство. Шесть человек. Один из них убийца. Так вот, убийцу можно узнать не просто, прочитав новеллу и вычислив его по ходу действия ее. Но и буквально из чтения списка действующих лиц новеллы. Словом, в романе есть много разных вещей, которые, в общем, не очень характерны для классического романа. Есть даже саундтрек. Но поскольку с авторскими правами на музыку все у нас непросто, читатели должны будут составить его сами. Думаю, что на ютюбе он достаточно скоро появится. Словом, читайте книгу «Одиночество 12». Спасибо.